сегодня я хочу рассказать вам про нарушения сна для того чтобы понять в чем состоит ваша именно причина нарушения сна нам нужно определить гормональный статус ваших как раз надпочечников и надпочечники это такие маленькие железистые органы которые располагаются над областью почек вырабатывают жизненно важные гормоны и в том числе гормон стресса кортизол часть популяции имеет высокий кортизол часть популяции низкий и в зависимости от этого вы можете определить какая причина нарушения сна именно у вас что касается высокого кортизола и вообще как понять насколько этот гормон у вас активный вы можете понять по пробуждению утром если вы встаете утром бодрым веселым активным активно начинаете энергично свой день то можно предположить что у вас будет нормальный уровень кортизола и возможно высокий если в течение дня вы подогреваете свой кортизол постоянно его расходуете из-за стрессовых ситуаций и особенно перед сном то в этой ситуации в случае высокого кортизола вы не сможете уснуть вечером соответственно вам нужна будет некоторая стресса протекция успокаивающие препараты для того чтобы уснуть если при этом сам сон хороший нормальный хорошей продолжительности и вы высыпаетесь то можно сказать что основная причина это стресс и вы можете контролируя уровень стресса привести в норму свой сон во втором случае когда кортизол низкий вы будете просыпаться утром в подавленном настроении в отсутствие энергии у вас не будет сил на в первой половине дня но зато эти силы могут появиться во второй половине дня и даже возникать некоторая гиперактивность эта гиперактивность в том числе на фоне истощения кортизола может нарушать ваше засыпание но самое неприятное в этой ситуации то что люди с низким кортизолом пробуждаются ночью и чаще всего эти пробуждения около 3 4 в крайнем случае 5 утра когда человек пробуждается резко чувствуют сердцебиение и при этом он дальше не может спать совсем эта ситуация нехорошая и она восстанавливается долго упорно именно воздействуя на гормональную систему почечников на общуюся общей системы организма постепенно восстанавливая свой уровень кортизола можно прийти к тому чтобы спать продолжительно всю ночь и достаточно хорошо высыпаться